Да, ну я в самом начале просто хочу сам еще представиться, что меня зовут Антон Карнышов, я больше 10 лет уже занимаюсь ремесленным хлебом на закваске и сейчас провожу серию видеоподкастов в теме ремесленного хлеба на закваске, задача которых показать, что сейчас происходит с нашей небольшой индустрией, рассказать о героях, которые или владельцы пекаря, или производят оборудование или муку. И вот сегодня я позвал как раз рассказать про свои печи ребят, которые занимаются производством печей и я думаю, что будет правильным, если вы сами себя представите, сами расскажете, кто вы, что вы, что вы делаете. Я думаю, что это будет как раз лучше всего. Вам слово, Елена. Да, хорошо, спасибо. Значит, меня зовут Елена, я финансовый директор АО «Толктехника». Это генеральный директор Соколов Анатолий Иванович. Вот, кстати, сегодня 50 лет, ровно как он работает на нашем предприятии. Он здесь, естественно, начинал как освобожденный мастер и на самом деле он избранный директор в те времена, когда директоров еще выбирали. То есть не советский директор, а директор избранный коллектив. С тех пор вот он здесь директор, директор сколько лет уже? Не знаю, не считал. Директор сколько он не считал. А вот когда пришел на предприятие, он помнит, это было ровно сегодня, как раз исполнилось 50 лет. Вот так совпало. Интересное такое совпадение. Значит, оборудование мы производим, именно оборудование для предприятий общественного питания мы производим приблизительно с 2001-2002 года. До этого предприятие специализировалось больше на ремонте и обслуживании оборудования для предприятий общественного питания и торговли. Предприятие входило в треск, который был общесоюзный. То есть такие предприятия специализированные были во всех областях и во всех республиках бывшего Советского Союза. Сейчас их осталось по пальцам пересчитать те, кто сумели сохранить производство и сумели сохранить производственные базы. Значит, в то время производили контейнера для упаковки овощей. Сейчас и занимались обслуживанием и ремонтом оборудования на предприятиях общественного питания. Вот с 2002-го, наверное, года мы производили линейку оборудования для предприятий общественного питания, столовой, кафе, рестораны. Это так общий экскурс в историю. Тема подовых печей возникла, потому что, наверное, в общем возникла тема, скажем так, развития ремесленного хлебопечения здесь в России. Тема эта, я считаю, что она актуальна и вполне себе реализуемая в наших условиях. Не знаю, как в современных реалиях, а до этого момента это был очень даже неплохой развивающийся бизнес для людей, которые решили заниматься им. Значит, первая печь это была ПП-800, она была без фарогенератора. Вот она сейчас перед вами и представлена она здесь тремя секциями. Секции монтируются одна на другую. Значит, возможно купить одну секцию на подставке, потом доставить к ней вторую, потом третью, возможно купить две сразу, возможно купить три сразу. Это кому как удобно, у кого что требует его производство. Значит, после того, как мы начали выпускать печь восьмисотку без фарогенератора, здесь был сначала ручной залив воды. Вода заливалась сюда. В дырочку, да, какую-нибудь? Ага. Как ХП, да? Такая же там какая-то емкость, которую пытаются заливать раньше. Да, вот сюда просто самотеком заливалась вода и дальше она по ванночкам, здесь вот ванночки вмонтированы, она переходила по трубкам и давала увлажнение. Значит, потом мы уже больше вникаем в хлебопеченье и тут при помощи Константина Капранова, он занимается в Москве, у него пекарня, он приезжал к нам, пробовал здесь выпекать и сказал, что, ребят, вам не хватает мелкодисперсионного пара, не хватает парового удара. Собственно, ради этого были установлены парогенераторы, здесь разработаны у нас и установлены, сейчас она с парогенераторами, с возможностью автоматической подачи пара и с возможностью вот здесь вот подачи пара у нее, и с возможностью регулировки количества воды, которая превратится в мелкодисперсионный пар. От какого количества, Паш, уточни меня? До 300 грамм от чего? Стартовая позиция. От 25 до 300 миллилитров. А можно уточняющий вопрос? Уточняю, это там как отдельный бойлер получается? Да, как отдельный бойлер, он по задней стенке. Отлично, это вот то, что нужно как раз. Да, это вот абсолютно то, что нужно. Естественно, бойлер все-таки требует систему водоподготовки, водоумягчитель здесь стоит, установлен. Они до недавнего времени были итальянские, хорошие, совсем недорогие, в пределах 5 тысяч. Сейчас цена, конечно, изменится, но все равно это не принципиально. Мы считаем, что для той воды, которая у нас водопроводная, ее химического состава, ну это крайняя необходимость просто подключения через вот такой вот аппарат. Ну да, у нас просто есть разные примеры, когда там открываются в каком-то там доме. Вроде бы жилой дом, а вода ужасно идет, и просто прям накипь такая, белая-белая накипь просто вообще. Вот, да, 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 да. Это и сказывается на качестве выпечки, и, соответственно, это не нужно. Это и внешний вид страдает, ну и, соответственно, страдают вкусовые качества. Потому что столько хлора бросить одновременно на заготовку, это мало что выдержит. Значит, вот после того, как это все мы проделали, у нас тут, мы начали активно развивать страничку в Инстаграме, и начали получать отклик от пекарей, которые пекут дома. Значит, я вот хочу сейчас обратить внимание, что эта печь, конечно, она 380 подключается. Поскольку мы всегда занимались только промышленным таким оборудованием, мы, в общем, никогда не шли на компромисс. И любой производитель промышленного оборудования для пищевых производств, он не идет на компромисс с киловаттами. То есть его задача обеспечить потребителю его продукции тайминг, скорость и максимальную загрузку. Соответственно, это все подключалось от 380, и, соответственно, здесь одна секция 7 киловатт. Да, да, очень знакомая цифра, да. Это нормальные цифры для работы в пекарнях, где нет ограничения по допустимой мощности. Потом, когда вот и насколько домашний пекарь, вы, наверное, видите тоже по своей странице везде, и они развиваются, и им тоже хочется. То есть им хочется как бы профессиональную печь, но вот такой какой-то вариант, который проходил бы для домашних условий. Тут наши технические службы над этим задумались. И следующий вариант был, это вот такая была печка 543, она 3 киловатт. То есть ее вполне можно поставить в домашних условиях. Хотя я сейчас отвлекусь, мы и 800-ку ставили. У нас были люди, которые устанавливали в домашних условиях, но в основном это были частные дома, где их энергетические компании согласовывали им дополнительные мощности. И они от ближайшего столба кидали кабель и подключали у себя дома вот такой вот вариант. Да, он требует заземления, он требует определенных там условий и определенные налагают требования на подводку силового оборудования. Но, тем не менее, это все вполне себе возможно было подключить в частных домах. Вот в частности Саша, которая сейчас у нас здесь работает, и она все время выпекает у нас здесь тестово. У нее как раз дома установлена такая 800-ка, она уже на ней работает в курд два года, без парых генераторов. Значит, потом пошли вот на такой вот компромиссный. Это для нас компромиссный вариант. Для домашнего пекаря это очень проходной хороший вариант. Для нас компромиссный, потому что мы не привыкли считать киловаттами. Но вот она, трехкиловаттник. И здесь установлена сейчас печь без парогенератора, потому что с парогенератором все раскупили. Мы сделаем в ближайшее время, да, потому что сейчас так получилось, что очередь стоит. Но в связи с тем, что мы объявили о повышении цены, люди платили предоплату, чтобы зафиксировать цену. Это так вот немножко экспорт сегодняшней реалии, что называется. 543-й, 3 киловатта, у нее поменьше объем камеры. То есть если в 800-ку войдет здесь, ну, значит, 6 килограммовых, наверное, 6 по килограмму, кило 100. И 9 штук по 650-700 грамм. Понятно. То есть сюда уже войдет 6 штук по 650-700 грамм. Вот. То есть у нее пот каменный немножко поменьше, сами габариты поменьше. 3 киловатта, напоминаю. Значит, и мы, собственно, потом озадачились вопросом, а как бы и сюда парогенератор смонтировать. И сюда тоже сделали парогенератор. Парогенератор сейчас на этой печи он отсутствует, но на сайте у нас очень можно увидеть. И она в продаже бывает. Сейчас мы выпустим серию таких аппаратов. Но здесь парогенератор монтируется вот так вот сверху. Соответственно, у этой печи нет возможности по секционной установке друг на друга. То есть ярус здесь невозможен, потому что парогенератор здесь для домашних пекарей – это компромиссный вариант. Понятно. Хотят они, да, могут получить эту опцию. Но в этой печи сохраняется опция и ручной подачи воды. Для тех, кто не успел, например, еще запитаться от водопровода, или его что-то сдерживает для того, чтобы запитаться от водопровода, они могут использовать временно внешний залив, а потом подключиться и использовать парогенератор, если он у них был в комплекте. Елена, можно прям, я подчеркну просто для слушателей. Домашняя печь, о которой сейчас идет речь, это значит, что можно подключиться к обычным 220. Да, и обычная розетка здесь. Да, 220. И парогенератор, просто чтобы все понимали, парогенератор предполагает подключение к водопроводу, который дает набор воды. Я сейчас, извините, вас перебью, потому что у нас были вопросы, а можно там, знаете, из ведра, из ванночки, откуда нет, нельзя, давление должно быть в сети, поэтому должно быть подключение к водопроводу. Вот это я хотел подчеркнуть, потому что не все, кто слушает, понимают, что такое, что предполагает собой именно парогенератор, что предполагает как раз подключение к водопроводу. Или, как я делал даже у себя, когда мы начинали там в 2019 году, мы купили фляжку, ну, обычная фляжка 19-литровая, и купили насос помповый. И помпа создала некая, ну, мы так себе в квартире конвекционная печка подключили, и помпа создавала вот этот напор воды. Да, есть такая история, и это вещи, на которые, да, нужно обращать внимание. Я от себя хочу сказать, что вот у нас, сколько мы не продавали, и все обычно относятся очень благодарны к нашим менеджерам, потому что они вплоть до того, какой длины вам шнур нужен, какой вам нужен, значит, аппарат на переключение, что вот, в общем, все-все-все вам подскажут и расскажут, и объяснят даже то, чего непонятно. Потому что мы понимаем, что там обычный пекарь, вот в эти тонкости ему достаточно сложно вникнуть. Конечно, когда они вникают, они привыкают, они понимают, что да, это не просто чайник, скажем так, не просто чайник. Значит, здесь я что хочу обратить внимание. У той модели, которая укомплектована парогенератором, парогенератор, он запитывается от отдельной розетки, и эта розетка должна быть непоследовательно соединена, то есть не через общую розетку, не через пилот с печью, а должна быть все-таки от автомата кинута отдельной розеткой. Я понимаю, да. Чтобы они, каким образом, да, не выбивали автомат при нагрузке. Значит, на что я здесь еще хотела обратить внимание, вот расстоечный шкаф установлен под ней прямо на подставку. У нас было очень много заказчиков, которые покупали именно в таком комплекте, потому что основная масса говорит, что для ржаного хлеба все-таки расстоечный шкаф – это такая незаменимая опция. Это, расскажите про стойку, вы тоже сами делаете его, да, то есть это в принципе воды там тазик такой маленький стоит, правильно? Да, там тазик, да, который подогревается, да, это спарение, и вот она до 60 градусов, да, Паш? До 90 градусов тепло. А минимально сколько там градусов? А минимально, Паш, 35? 30. От 30 до 90. Отлично. Так, это здорово. То есть получается комплекте? Сейчас я ее открою здесь, да, вот здесь получается, значит, стеклянная дверца, и дальше здесь вот такие вот речки-направляющие, можно поставить и гастроемкости, и противни, и, значит, листы для выпечки, в принципе, любого размера они не держатся. А противни 60 на 40 или какие? Любые можете поставить, здесь есть вот такие перекладины направляющие, то есть она никаким образом не сдерживается именно направляющими боковыми. Здесь еще есть вот такие вот поперечины, на которые может опереться любой размер. Супер. Проем 600 миллиметров под противень? Да, вот направляющие вглубь 600 миллиметров. Отлично. Ну, вот как раз самый распространенный пекарский, это 60 на 40, поэтому я это и хотел уточнить. Так, что дальше? Что дальше? Значит, ну вот про 543 практически, наверное, все рассказала. Будут вопросы, это вы меня сейчас позадаете, потому что я сейчас пытаюсь выдать какой-то невероятный массив информации. Я понимаю, да. В тот момент, когда вам станет неинтересно или уже все, да, перебор. Вот, значит, потом, уже когда появилось 540 миллиметров в том, что не всем подходят габариты. Кто-то живет там в обычных квартирах и хочет выпекать, и это все равно удобнее и быстрее по времени, чем в духовке. Сейчас я, наверное, не упомянула вот этот как раз момент тайминга. Это время, Паш, время разогрева. То есть здесь 30 минут у них у всех время разогрева до температуры выпекания хлеба. Они с каменным подом? Здесь каменный под, да. Вот оттуда, наверное, не видно. Не видно. Но, в принципе, это не видно, да. Так, вот сейчас я посмотрю, еще раз скажу, что будет попытка. Ну, вы, в принципе, просто, я хотел уточнить, каменный под есть во всех печах, правильно? То есть камень. Да, да, каменный под во всех печах. Смысл тогда, смысл в том, что это подовая печь. И здесь регулировка вверх-вниз. Вы устанавливаете температуру на поде. Цифровое табло будет показывать, вот если сейчас вам видно, вот на этой печи, на маленькой, вот эти светящиеся цифры у меня, моих нитей. Не видно? Да, можно знать, как будет сделать в конце вот ту камеру, которую... Я вам тогда видео набросаю, потому что у меня там есть подробные видео, которые... Это лучше всего тогда, да. Об этом, да, говорят. Ну, в общем, смысл здесь идет. Вы устанавливаете температуру под это, необходимое вам, и устанавливаете температуру верхних нагревательных элементов до необходимой вам. Ну, стандартные для выпечки хлеба. Это низ, наверное, 200 под, и верх, наверное, где-то 230-240. Вы устанавливаете эти температуры, и, соответственно, печь их набирает. При том, на моменте, когда она их набрала, она автоматически отключится. Отлично. И будет удерживать эту температуру инерции под, и на тот момент, когда термостат даст информацию о том, что температура начала падать, а у вас лимбом, например, задана другая температура выше, он автоматически включит и начнет добирать до этой температуры. То есть автоматически отключает и автоматически поддерживает. А не засекали второй цикл пара? Через сколько можно уже ожидать? Да, засекали. Через какое время второй цикл пара пошел? 30 минут, наверное, где-то? Да, 20-30 минут. 20-30 минут. Ну, то есть понятно, что пока вы там дали пару, у вас хлеб допекается, до следующей выпечки она наберет в любом случае. Потому что время выпекания где-то получается 35-40 минут. Отлично. Это какие-то другие печи стоят, да, перед вами? Да, это другие, я вам сейчас расскажу. Вот это вот тоже такой вариант для домашних пекарей, у кого ограничено пространство, и они не могут поставить печь, например, в габаритах 543 и 390. У нее глубина по габариту 70, вот эта вот. И, соответственно, она может встать на обычную столешницу. Такие печи уже, естественно, без парогенератора 2,4 и ее мощность, но у нее есть один интересный момент. Здесь приоритет идет на нижние тены. То есть в начале нагрева, когда печь прогревается, все 2,4 включаются внизу и греют пот. И когда набрал пот заданную температуру, соответственно, здесь тоже полчаса, это очень быстро. Это не как ровко, 2 часа греть не надо. И когда я набрал заданную температуру, у нее включаются все 2,4 наверх. Соответственно, верх нагревается просто в считанные минуты, учитывая то, что за счет камня, естественно, там уже температура в камере выше, чем она новая. То есть где-то он стартует при нагреве, а от сотни уже. Она штабилирует тоже? Штабилирует? Да, ее можно поставить ярусами, можно. Но мы ее делали, собственно, чтобы она установилась на столешницу в обычном доме. Есть ли необходимость такого в домах ярусить ее? Не могу сказать. Но при желании, пожалуйста. Просто вы когда сказали слово ровко, а я хотел как раз это подчеркнуть, потому что сейчас есть очень большой... Ну, как бы часто спрашивают про ровко, но это очень дорогая история, очень дорогая. Да. Если вы еще потом пройдете... Вот, мы уже все это сделали. Отлично. Потому что мы увидели ровко и увидели этот металлический ящик с намешками. Поняли, что, конечно, по сути, это не печка. Во-первых, она очень сильно нагревается. У нее большая очень, получается, теплоотдача в воздух. Здесь вот я вам сейчас стенкам вот прикладываю руку. Здесь совсем холодно. И здесь вот я приложила руку совсем холодно. Это безопасно. Это безопасно. Значит, это приблизительно аналог с ровкости ровко. В чем фишка? Значит, 1,6, каждая секция. Но здесь секции не зависят друг от друга. У них у каждой дверца. И у них у каждой регулировка вверх-вниз. То есть вы можете работать на одной, вы можете работать на двух, вы можете работать на трех одновременно. Но форма у нее, как у ровки, у сороковки. То есть это такой, в принципе, габарит обычного домашнего холодильника. Это вот последнее. Мы первый раз ее сегодня пробуем. Это последнее. То, что мы сделали в номенклатурной линейке. Запрос как раз для домашних пекарей. Здесь, естественно, никакого парогенератора не будет. Но такой же ручной залив воды и ванночка по боковой стенке и по задней стенке присутствует. Не надо к вам приехать. Я уже хочу. Обязательно. Обязательно. Вы знаете, Антон, у нас вообще политика такая. Мы вот всю эту историю создали как раз для того, чтобы люди приезжали и выпекали. И они приезжают и выпекают. И из всех, кто приехал и выпекал, не было таких, кто потом не купил. Потому что сама возможность, очень нравится покупателю, сама возможность попробовать. Это не получить кота в мешке, а попробовать здесь реально. Некоторые приезжают и говорят, включите мне вот такую модель и вот такую модель. Мы включаем, они пробуют, потом определяются с моделью. Потому что, например, те, кто попробовали с паром и без пары, естественно, выберут ту, которая с паром. Хотя она дороже. Елена, хочу уточнить по поводу вот этого. Толь, чтобы тебе было видно и слышно, вот, пожалуйста, вот сюда. Тут генеральный хочет пару слов. Мы интересованы, чтобы вы приезжали. Потому что мы не видели. Вот Константин приехал, сказал, вот это, вот это, вот это надо сделать. Мы сделали. Он купил сразу трехсекционную печь и установил себе в кафе. Значит, следующим этапом. Вот наш технорист сейчас разрабатывает в больших размерах на 1200. Там, да, 1200, 1240. Вот следующий этап. Тот же Константин Капран говорит, первая печка будет моя. Если вы ее сделаете, я вас хожу в свою правду. И первая печка будет моя. Так что мы постоянно работаем. Вы приезжайте. Мы от вас будем набираться знаний. И вы будете знать, как работает наша техно. Отлично. Как раз с Костей вчера делали тоже видеоподкаст. И он рассказывал про свое кафе. И теперь я знаю, какая печь стоит у него в кафе. Это значит, ваша печь. Да, это наша печь, да. Да, на Тишинке у него стоит наша печь. И как раз это была его идея. Он приехал и увидел 800-ку без парогенератора. И сказал, ребята, ну для профессионалов это не пойдет. Там нужен пар, там нужен паровой удар. И, собственно, по его запросу было сделано первый парогенератор. И тогда он сказал, да, я такую печь возьму. Он здесь два дня упражнялся. Мы с ним, так сказать, смотрели, что нужно делать, что нужно сделать, чтобы эта печь была трекратной. У меня вопрос еще. Я хочу закончить с замены нашей российской замены Ровко. Все правильно, ну надо подчеркнуть, это 220. То есть три яруса, они все равно будут 220. Да, 220, конечно. Вот смотрите. Вот у вас там должно быть хорошо видно. Вот она, один ярус стоит. Вот они стоят, два яруса. И вот они стоят, три яруса. Подставку тоже, да, вы делаете, скорее всего, да, получается? Да, да, и я вам сейчас хочу обратить внимание, и вот эти столы, которые стоят, это тоже наши. Столы, полки, вставки, всю нейтраль мы делаем. А, нейтраль тоже вы делаете, отлично, отлично. Да, делаем. Как правило, покупаем... Причем нейтраль на тот случай, когда мы делали на заказ. Потому что есть, например, стандартная подставка под печ. А тут у нас девочка из Краснознаменска, Аня, она приезжала, она говорит, мне надо, чтобы туда посудомойка в нее встала, ищите 100 мест, то есть сделайте мне под печку индивидуально. Вот ей делали индивидуально. Естественно, индивидуальный заказ будет стоить подороже, чем то, что у нас стоит в серии со стандартными размерами. Но мы делаем, да. Елена, у меня осталось, наверное, два вопроса главных. Это таких, которые я хотел бы. Другой вопрос, насколько вы зависите сейчас от всего этой, ну, в текущей ситуации, от курса доллара, от запчастей, или вы полностью автономны и не будет у вас... То есть ваши печи всегда будут в наличии в России, ваши печи останутся примерно в таком... Ну, понятно, что что-то подорожает, это неизбежно, да, но не будет такого там, в два раза не будет такого скачка. Вот. Я не знаю, да, я поняла вопрос, я не знаю, что мы можем сейчас сказать. То есть вот сказать вам, что в два раза не будет скачка, я не могу. Потому что мы в России жить автономно не можем. Вот меня хоть кто сейчас ругает, и хоть как угодно меня заплюет, но мы в России автономно жить не можем. Мы в России не производим нержавейку, в первую очередь. А такое оборудование делается только из нержавейки. Соответственно, мы сейчас зависим от китайских, тайваньских и индийских производителей нержавейки. Все цены мы закупаем, все цены идут в долларах, в пересчете из долларов. В прошлом году мы видели подорожание и в долларах у них было, оно прошло. И, соответственно, за прошлый год мы видели рост цен на нержавейку где-то на 70%. И сейчас, естественно, идет еще корректировка, корреляция и идет с изменением курса доллара к рублю с волатильностью. Поэтому если будет увеличение курса доллара еще, например, на 70%, соответственно, вот эта вот составляющая, она подорожает, и мы не сможем ничего сделать. Но мы должны понимать, насколько еще подорожает логистика, и насколько наши дальневосточные хабы будут готовы принять все это, растаможить вовремя, насколько увеличатся сроки поставки. Пока у нас запасы нержавейки есть. Мы живем давно и привыкли к таким казусам. И запас материалов определенный. Мы все же, да, это такая общая позиция российских производителей, которые на рынке присутствуют давно, потому что мы очень зависимы. Мы независимы от европейских запчастей. То есть сейчас мы независимы от санкций, скажем так, в прямом виде. Но от волатильности курса мы зависимы очень сильно. Это тут скрывать не надо. Соответственно, вот от тех цен, которые были на печи, на прошлой неделе мы с вторника, наверное, подняли цены на 30%. Пока эти цены, они выложены на сайте, они актуальны. Что будет дальше, никто сказать не может. Елена, можно попросить тогда тоже их озвучить? Сейчас текущие цены прямо показывают. Сейчас вот генеральная пара хочет тут пару слов сказать. Да, да, да. Значит, 48 тысяч, одна секция маленькой печки, вот наподобие рот. Значит, 48, если на 3, 144 тысячи. Это вот трехсекционная, да. Это 390-я, 96-я, 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 96-я. Значит, а эти все уже дороже, да. Вот, например, 543-я без парогенератора, 123-500, с парогенератором 149-500. Вот, 800-ка, одна секция в комплекте с подставкой, 156 без парогенератора и 182 с парогенератором. 182 с паром, угу. То есть, около 600 тысяч примерно. Это будет стоить целиком. Ну, 196, наверное, там получается. Что-то такое. Да, это получается уже после подорожания она так стоит, правильно я понимаю? Это после подорожания, да. Это после того, как мы увеличили цены на 30% от предыдущих. Но сейчас вы должны понимать, что у нас, наверное, там очень большое количество заказов, которые мы до конца месяца постараемся закрыть. То есть, мы дали, да, генеральный вот согласовал и дал возможность нашим покупателям зафиксировать цену при условии, что они успеют осуществить предоплату по старой цене до момента повышения. И сейчас мы будем работать еще достаточно. На этот месяц точно будем отгружать по старым ценам предоплаченные заказы. Но на следующий месяц мы не можем гарантировать, что эти цены, которые у нас на сайте сейчас зафиксированы, что они зафиксируются и на апрель месяц. Опять же, если люди произведут предоплату по этим ценам, которые сейчас на сайте, мы гарантированно это оборудование отдадим. Мы цены зафиксируем, да, и отдадим. Вообще цены вкусные, я вам так скажу. Да, то есть даже с учетом подорожания, естественно, что это совершенно другой порядок цен. И кто хочет оптимизировать бюджет для открытия, это вообще хороший шанс открыться без таких супер затрат. Потому что цены очень классные. Вот здесь я не спорю. Самаровка больше, чем в два раза дороже, чем ваша печь, то есть по цене. И еще надо ждать, когда ее там привезут. Нет, ну а потом мы должны понимать, что спрос на нее был вызван без альтернативности. Потому что, ну на самом деле, да, это металлический ящик с камнями, без возможности регулировки температуры. И самое главное, вот тут наши очень технические службы, которые долго и давно с этим всем работают, они были шокированы тем, что один и тот же тен является теном, который подовый для одного яруса, и теном, который является верхним для другого яруса. То есть это какой-то, в принципе, нонсенс. Так, давайте я вам немножко поподробнее сейчас расскажу о том варианте печи, с которым мы будем работать сегодня. Вот как я говорила, да, это по вашим просьбам. Для тех пекарей, кто печет, может быть, небольшие изготовки по 450 грамм, тут 4 точно войдут, 600 грамм обух войдет, 3, но 450 грамм, может быть, и 5 войдет. Мы сейчас попробуем разные варианты, но не сейчас, может быть, в следующий раз попробуем, потому что первый раз очень сложно все это начинать. Значит, для тех, кому не нужна большая печь, как 543, кому не нужна печь на подставке, вы можете эту печь установить на столешницу, здесь регулируемые ножки, все это отрегулировать, и таким образом она впишется у вас абсолютно в вашу кухню без каких-то проблем, без дополнительных промеров габаритов, без каких-то усилий совершенно думать о том, куда поставить ее, как поставить. Вот встанет на столешницу и будет вам реальная помощь. Сейчас расскажу о том, как раз, что здесь происходит, и какие изменения произошли принципиальные по отношению к предыдущей печи с мощностью. Значит, здесь сейчас общая мощность печи 2,4 кВт, но она запрограммирована таким образом, автоматика, что приоритет идет на нижние тены. То есть она эти 2,4 будет потреблять не одновременно, а раздельно. Значит, как только температура на нижних тенах будет достигнута, та, которую вы задали, в этот момент печь автоматически отключит низ и включит для прогрева вверх. Для прогрева вверх будет использована та же самая мощность 2,4 кВт. Вот смотрите, теперь я вам поподробнее расскажу, как это работает. Здесь у нас заданная температура, вот обратите внимание, сейчас 180 градусов. Печь уже давно переключилась наверх, отключила нижние тены, и все 2,4 кВт используют сейчас на то, чтобы нагреть верхние тены. Но обратите внимание, от 180 у нас уже 203. Это говорит о том, что тены своей инерцией еще отдают температуру камню, и, соответственно, еще и продолжается теплообмен в камере. То есть сейчас, нагреваясь верхние тены, будут таким же образом еще и отдавать часть тепла на камень. Чего мы пытаемся добиться? Такой, значит, работая с мощностью, последовательным включением, мы увеличиваем мощность на нагревательных элементах. Смотрите, на каждом этапе выпечки печь должна справляться с определенной задачей. На первом этапе выпечки мы справляемся с задачей сильнее толкнуть заготовки. На втором этапе достичь колера, благодаря тому, что тены лучатся интенсивнее, благодаря большей мощности. Вот таким образом сейчас, сделав подключение мощности последовательно, но больших мощностей заданных, даже больших, чем в печи, которая 543-я, мы попытаемся добиться улучшения качества выпечки. Значит, вот смотрите, для того, чтобы достигнуть вот такой температуры, до момента отключения нижних тен, нам понадобилось 21 минута. То есть температура, заданная в 180 градусов, она достигла за 21 минуту. Печь достигла заданных температур вверх и низ. И отключилась полностью сейчас, а энергию не потребляет. Вот горят красные клавиши. Все выключено, но низ продолжает набирать температуру. Вот уже 211. Смотрите, поскольку температура внизу, заданная, достигнута давно, она установлена 180 градусов, сейчас, на моменте, когда я вам снимаю, если кто внимательно смотрит, слышал щелчок, это включились верхние тены. Потому что здесь 200 градусов, заданная температура упала чуть ниже 200, печь автоматически их включила. Мы помним, что у нас здесь включились сейчас сразу 2,4 киловатта. Так, вот я хочу сейчас обратить ваше внимание на размеры пода. Значит, по передней стенке. Это 674 миллиметра, значит, как у 543-й печи. То есть передняя стенка, стекло, все здесь абсолютно одинаковое. Отличается только глубина. Глубина отличается на 120 миллиметров. Так, сейчас загружаем еще три заготовки. Сейчас попробуем на них брызнуть. Ты чего кипишь? Нет, правильно, заливай. Еще вадички дольем. Так. Значит, сейчас мы что сделаем? Мы температуру визы добавили до 220 на первом этапе. 210, даже 215. Вверх пока стоит заданное 220. Вот сейчас 5 минут от рыбочки прошло. Вот они сидят в заготовочке. Очень-очень хорошо уже поднялись за это время. Но это было из подвизатора обработано при посадке. Вниз, получается, отключился 223, заданное 220. Вверх отключился 224, заданное 220. Сейчас уже, наверное, седьмая минута пошла. Вот сейчас мы сбросили пар. Идет где-то 17-ая минута. Вот так вот они очень хорошо поднялись. Это теперь француженки. Значит... Много начали уже румяниться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приз 3 минуты. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас загрузим при француженке и дедовским способом. У нас получается установлены 210 низ, 200 вверх. Сейчас произошла потеря температуры. Температура начинает уже вверху набираться. Ход практически не просел. Вот они по заготовке. Значит, где-то 30 минут сейчас от выпечки. Вот так уже хорошо заколеровались. Допечем так же, как первые 35 минут. Стараюсь показать. Значит, у нас такая температура сейчас. Заданная вверху у нас 200. Сейчас недавно включились верхние тены. Получается, чтобы добрать до 200 градусов. 2,4 киловатта. Сейчас все потребляются верхними тенами. Температура достаточно быстро прибавляется. Нижние тены включались за выпечку один раз, в тот момент, когда мы загрузили заготовки. Вот сейчас включились нижние, потому что 200 установлены. Температура чуть упала. Соответственно, нижние включились, поскольку приоритет, как я говорила, на нижние тены. То верхние отключились, но они и держат за одной температурой. Еще вот по инерции даже набирают. Так, ну вот сейчас ровно 35 минут прошло, как мы говорили. Вот такие температуры. Значит, печь отключена полностью. Видите, да? Вот горят красные индикаторы вверх и низ. То есть допекались они уже при выключенных верхних и нижних тенах. Сидели там в камере. Сейчас я открываю. Сейчас покажу вам, как это выглядит внутри. Вот такие хорошенькие получились француженки. И сейчас будем выгружать. Так, ну вот со второго запека француженки получились у нас вполне себе даже такие вот. Но честно скажу, мы его из пульвизатора брызгали, потому что той воды, которая в ванночке, недостаточно. Будем думать дополнять ванночки. Вот, но с такой мощностью, вот для домашнего варианта, вполне себе, вполне себе хороший хлеб. Сейчас вниз покажу. В любом случае, в любом случае, мы его сейчас разрежем через какое-то время, пусть он остынет. Вичитам. Вичитам. С электронной панелью управления, с паровлажнением. И здесь, кроме кондекционного обдова, присутствует еще и ротационное вращение противня. Сейчас мы будем выпекать. Сейчас все подробно вам расскажу и покажу. У нас тут два противня по 18 штук. Мелкоштучки подготовлены, стоят в расстойке. Вот он, расстойчный шкаф. Вот так они выглядят в паре. Прекрасная пара для любого цеха, который занимается выпечкой. Такая вот плотная загрузка на противне. Сейчас мы в ротационной печи попробуем выпечь. Вот. И посмотрим, что получится. Печь рассчитана на три противня. Где-то на лакоштучки входит 17-18 штук. В принципе, здесь на противне с перфорацией мы выпекали из хлеб. Это, по-моему, возможно сделать. Но пока будем как-нибудь отпечь батоны. Не за пять раз. Сегодня у нас на лакоштучках. Сейчас вот такая вот температура. Все она показывает. Печь готова. Сейчас тоже будет почти готова. И будем загружать. Время готова. Нажимаем кнопку вращения. Вечер. У нас сейчас температура. Текущая. 184. Задумные 200. Даже для открытых кухон так вот вращается красиво. Клиенты могут наблюдать за процессом выпечки. Текущая. История. Текущая. 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 осталось до конца у нас 25 минут назад и минуты пока они хорошо румяется конечно тут мы перестарались уж очень сильно нагрузили такие крупные изделия получились потом будем видеть чистый эксперимент немножко на булочках у нас не дорастой мы поспешили потому что времени уже много все торопятся некоторые там чуть подорвало но в общем все вполне себе выглядит красиво вот при такой плотной загрузке где-то в районе 7 килограмм теста одновременно до окончания выпечки у нас осталось своими шести минут мы смотрим на таймере время стекло все она развернула корзину под разгрузку сейчас будем разгружать и и и и Субтитры подогнал «Симон»